Здравствуйте! Сегодня я готовлю куриную печенку. Готовить ее нужно быстро, тогда она будет нежная, сочная и вкусная. Я на горячей сковороде, у меня гриль, наливаю растительное масло, порезала кольцами лук и обжарю лук. Это первое, что нужно сделать. Печенку я порезала кусочками, разной величины, небольшими. Лук нужно обжарить так, чтобы он стал золотистым. И нужно приготовить посуду. У меня это будет вот такая чашка с крышкой, куда я буду это все выкладывать. Лук должен жариться в приличном количестве растительного масла. Лук поджарился, идет очень приятный аромат. Теперь нужно шумовочкой выбрать из масла весь лук. А в этом масле мы быстро будем обжаривать печенку. Если здесь останется совсем малость лука, ничего страшного. Не присаливать, не перчить. На этом этапе печенку мы не будем. Печенку будем жарить с двух сторон, пока она не поменяет цвет. Это примерно минут 7. Как только вы заметили, что кровь больше нигде не выступает... Вот, уже нет нигде. Сразу же снимаем ее в ту же емкость, в которой находится лук. И накрываем крышкой. Накроем крышкой и оставим минут на 15-20. Она там будет сама себе дальше доходить. А мы вымоем сковороду или вот противень, на котором это готовится. И приготовим 50 грамм сливочного масла. На котором потом будем доводить печенку до полной готовности. Прошло 15 минут. Я уже начала растапливать сливочное масло. Также подготовила перчик. Сейчас возьму соль. Покажу вам, что же с печенкой. Я попробовала она нежная. Пустила сок, который нам совершенно не нужен. Вот сейчас мы возьмем шумовку и печенку вместе с луком. Но без той жидкости, которая выделилась из нее. Отправляем в горячее масло. Это мы убираем. Это нам уже не нужно. Обжаривать будем недолго. Чем горячее сковорода или противень, тем быстрее это все будет происходить. Вот сейчас мы присаливаем печенку нашу. У меня здесь полкилограмма печенки. Я взяла 2 среднего размера луковицы. Соль, конечно, по вкусу. Но я взяла где-то, наверное, меньше, чем пол чайной ложки. Или, может, пол чайной ложки. Так, на глаз. Ну и, естественно, сейчас же я возьму свой перчик ароматный, который только что перетерла в ступке. Если у вас нет ступки, возьмите любой перец. И вот прям так хорошо я это посыплю. Можно, конечно, потом сюда добавить зелень. Сейчас нужно просто хорошо это все разогреть. Вот печенка жарится. Я выключаю. Или же, если вы готовите на плите, снимайте. Теперь оно просто само будет доходить. На это нужно потратить, ну, максимум, 3 минуты. Моё блюдо готово. Это очень вкусно. Печенка нежная, ароматная. Подавать ее очень хорошо с зеленью. Можно на гарнир приготовить рис. Сегодня я с вами прощаюсь. Не забудьте оценить видео и приготовить, и попробовать. До новых встреч. До новых видео.